Восьмое письмо к Олимпиаде. Не суждено было мне очевидно, и удалившись из города, освободиться от тех, кто сокрушает мой дух. Встречающиеся с нами на дороге, одни с востока, другие из Армении, иные из других мест вселенной, смотря на нас, проливают источники слез, рыдают и сопровождают нас сетованиями во время всего пути. Я сказал это, чтобы вы знали, что мне многие сострадают вместе с вами, а это немало значит для утешения. В самом деле, если пророк оплакивает, противоположное, как тяжкое и невыносимое, и говоря, когда ждал скорбящего, и не было утешающего, не находил, Псалом 68, 21, то очевидно доставляет большое утешение, и то, когда имеешь сообщниками уныние всю вселенную. Если же ищешь и другого утешения, то обрати внимание на то, что мы, претерпев столько великих бедствий, остаемся здоровы, находимся в безопасности, и совершенно спокойно подсчитываем наше разнообразное, непрерывное страдание, мучение, злоумышление, находя постоянно удовольствие в воспоминаниях о них. Итак, и сама, обдумывая это, рассей облако уныния, и постоянно пиши нам о твоем здоровье. Я и теперь, когда мой любезнейший господин Аравий послал нам письмо, удивился, почему твоя честность не написала, хотя госпожа моя, благородная его жена, с тобой очень дружно, помышляя о том, что все радости и печали в настоящей жизни мимолетны. Хотя и узки врата, и путь узок, но он все-таки путь. Напомню тебе изречение, о котором я часто беседовал с тобою. Если и широки врата, и путь широк, однако и это путь. Итак, освободившись от земли, лучше же от самых уз плоти, расправ крыло твоего любомудрия, и не позволь, чтобы оно было потопляемо тенью и дымом, а таково все человеческое. Но если ты и увидишь, что те, кто причинил нам столько несправедливостей, и владеют своими городами, и наслаждаются честью, и охранной стражей, то приговаривай это изречение. Пространны врата и широкий путь, ведущий в погибель. Матфея 7.13. И потому лучше проливай по ним слезы и скорби. Тот, кто делает здесь что-либо худое, да сверх того еще, что не потерпел за это наказание, наслаждается и честью со стороны людей, отойдет отсюда, имея почесть величайшим, отягчающим наказанием обстоятельствам. Вот почему и тот богач был жестоко палим огнем, терпя наказание не из-за одной только жестокости, которую он проявил в отношении к лазарю, но из-за благоденствия, постоянно наслаждаясь которым, при столь великой жестокости. Он, однако, и благодаря ему не сделался лучшим. Беседуя с собой об этом и тому подобном, мы не перестаем постоянно твердить тебе об этом, моя боголюбезнейшая госпожа. Отложи в сторону это тяжкое бремя уныния и извести нас об этом, чтобы, узнав, как я и прежде писал, что тебе бывает некоторая польза в деле утешения и от наших писем, я чаще употреблял лекарства.